Люберецкие ветераны Великой Отечественной войны продолжают принимать поздравления. В честь Дня Победы под окнами героев нашей страны устраивают концерты с теплыми словами благодарности. К исполнению песен военных лет присоединилась и наша съемочная группа. В поселке Томилино праздничное граффити с изображением легендарного летчика Ивана Никитовича Кожедуба появилось не случайно. В 22-м доме на Пионерской живут два ветерана Великой Отечественной войны. Такой подарок в честь юбилейной даты Великой Победы преподнесла управляющая компания в креативном партнерстве с райтерами. Это местные ребята, которые занимаются граффити. То есть мы с ними переговорили, все сделали бесплатно, мы им купили краски, они все нам сделали. Сделали буквально за неделю. Если вы увидели на фасаде дома такую георгиевскую ленту, это значит, что здесь живут ветераны. Узнать о местонахождении героев можно и по другому ориентиру. В честь Дня Победы под окнами тех, кто приближал этот праздник, устраивают концерты с песнями военных лет. Я говорю с тобой из 45-го, скляни на снимок, я на нем живой. Вы не забывайте этот праздник, не забывайте поздравить нас старых уже солдат, которые добывали эту победу. Ветераны, которые не смогли выйти на улицу, наблюдали за концертом со своих балконов. В конце выступления импровизированный хор артисты предлагали всем вместе исполнить День Победы. Это день победы, порохом в рапах, это праздник с сединою на висках. Нам выпала счастливая возможность жить в одно время с победителями и сказать им спасибо за мирное небо. В настоящее время в городском округе Люберцы проживает более 140 ветеранов Великой Отечественной войны. Ни один из них не останется в этот день без внимания. Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.